привет саша расскажи нам пожалуйста кто такой оператор постановщик какие у него обязанности и вообще почему ты решил что ты будешь именно работать и вот оператором я хотел быть фотографом но году где-то 2008 2009 я понял что но типа мне больше нравится какая-то движущаяся картинка плюс я в принципе с детства люблю кино и я понял что наверное это то к чему я хотел бы стремиться почему именно оператором постановщиком вообще что это означает смысле я знаю если вот операторы что означает оператор постановщик ну смотри вот допустим есть там свадебное видео есть там event видео есть сериальное производство есть телешоу есть кино и так далее и не везде на самом деле есть оператор постановщик оператор постановщик это тот оператор который принимает какие-либо решения несет за них ответственность то есть если ты допустим снимаешь сериал то у тебя есть определенная зона ответственности потому и называется постановщик оператор постановщик то есть это более важная должность, чем обычный оператор, то есть у тебя больше обязанностей, да, или в принципе оператор, и оператор-постановщик это одно и то же? Ну нет, не совсем, тут, наверное, ну вот смотри, допустим, ты когда снимаешь какое-то там свадебное видео или там какой-нибудь ивент и так далее, ты по сути являешься там и режиссером, и продюсером, и ну кем угодно, то есть ты один делаешь огромный кусок работы, который не касается операторской работы вообще никак, да, а когда ты работаешь в кино, работа, она более сегментирована, и оператор-постановщик это конкретно оператор, если так говорить, да, вот у тебя есть кусок работы, который ты выполняешь, и ты несешь за него ответственность. То есть у тебя в основном твои проекты, это там, где ты именно как управляешь камерой, управляешь ее движениями, ты работаешь с большой командой людей, правильно получается? То есть это не то, как мы называем видики, видеооператоры, вот флаги... Ну смотри, допустим, есть там видеографы там и так далее, да, ну я дико не люблю это слово, но, наверное, оно очень хорошо описывает людей, которые там делают все подряд там и монтажи и так далее, да. Оператор-постановщик это немного более сложная вещь, быть оператором-постановщиком предполагает чем-то управлять, то есть это говорит о том, что у тебя в подчинении есть какая-то команда людей там и так далее, то есть, например, если говорить там о свадьбах, да, у тебя в подчинении обычно никого нет, ну максимум это какой-то помощник, который тебе поможет там перетащить твой рюкзак из точки А, да, там в точку Б, вот. Если ты, допустим, снимаешь телешоу, да, там тоже обычно, ну максимум есть какой-то один инженер там, который носит там штатив, камеру за тобой и так далее, если это тяжелая камера. Допустим, когда ты снимаешь сериал или фильм, там вот все, знаешь, когда там фильм заканчивается, и такие, о боже мой, эти титры, там миллион людей, вообще непонятно, чем они все занимаются. Так и есть, так что они там нужны, что ли? На самом деле все достаточно просто, то есть, если убрать там всех людей, которые занимались графикой, там эпизодические роли какие-то выполняли, обычно на площадке есть там основной костяк, у каждого есть своя роль на площадке. Площадка это вот то место, где, собственно, снимается проект. Ну там есть режиссер, постановщик, да, есть продюсерская группа, есть там генеральный продюсер, это человек, который там находит деньги на проект, там и так далее, да. Есть там всякие исполнительные продюсеры, там линейные, там, ну у них у каждого своя там небольшая зона ответственности или большая. Затем есть оператор-постановщик и операторская группа. То есть, например, если проект снимается на две камеры, да, то оператор-постановщик чаще всего не сидит за камерой, ему нужно видеть две камеры. В данном случае, там, задача оператора-постановщика это... Сказать, где будет какая камера на продюсерской. Ну не только, то есть ты сидишь на плейбеке вместе с режиссером, плейбек это, ну там, монитор один или два, там, которые показывают картинку со всех камер. Для того, чтобы у тебя обе камеры снимали ровно то, что тебе нужно, ты там садишь за них двух операторов обычных, которые в Штатах называются камерменами. Вот, и, ну, то есть, смотри, камермен это человек, который управляет камерой, а оператор-постановщик это человек, который принимает решение по поводу того, какой должна быть картинка. То есть, это работа с воображением, ты придумываешь это все, и тебе нужно технически это реализовать. Но ты сам тоже можешь снимать, если что. Да, нет, ну, многие операторы, там, например, всем известный Любецкий, который снял Бертмана и Выжившего, он обычно сам за камерой сидит. То есть, он оператор-постановщик и сам же тоже может снимать, да? Да, ну, просто… В зависимости от проекта, у тебя могут быть как дополнительные операторы, камерамены, да? Либо ты можешь это один все делать, верно? В идеале многие вещи снимаются в одну камеру. То есть, кино чаще всего снимается в одну камеру. Для того, чтобы что-то оптимизировать, там, например, если это фильм с Томом Крузом, многие сцены снимаются в 3-4 камеры для того, чтобы ты не протыкал. Меньше дубных сделать, да, получается. Вот, ну, там, чтобы это разные крупности, ну… А чего сразу Том Круз? Том Круз, да, у него очень много всяких станд-трюков. Я понял, окей. Ну, теперь мне уже более-менее стало понятно, потому что до этого я, если честно, я даже не понимал, ну, все говорят оператор-оператор, особенно в простых съемках, типа репортажей там, да, тех же. Там вообще один человек, он может называться тремя разными названиями, будет это означать, что ты бегаешь с камерой, что-то там снимаешь. Хорошо, расскажи, пожалуйста, как ты начал снимать вообще? Ты учился где-то? Нужно ли для этого учиться? Что нужно делать, чтобы, там, повысить, там, уровень своего мастерства? С точки зрения образования, ну, забегая наперед, я скажу, что у нас учиться на, там, фотографа, оператора или что-то в этом роде в университете, это бесполезно. То есть это... Но ты учился. Да, но я учился. Это, ну, как минимум потраченное впустую время и деньги, притом немалое. Но в целом, то есть во всем мире это происходит по-хорошему таким образом. Ты там идешь в киноинститут. Расскажи все-таки, как это у нас происходит. Как у меня, да. Потому что, да, потому что во всем мире оно вроде хорошо там, где нас нет, но нас там нет, поэтому мы нашей реальности обсуждаем. Ну, в общем, я когда выпускался со школы, естественно, в 16 лет ты понятия не имеешь, чем ты хочешь заниматься. Я думал, что ты уже сразу знал, что хочешь знать, там, Терминатора. Нет, я хотел быть архитектором. Ну-ну. Вот. Но спустя год учебы в Киси я понял, что я не настолько сильный, как мои, там, сокурсники и так далее. И, ну, наверное, если за год учебы я, там, не добился каких-то особых успехов, ну, это не мое. Вероятность того, что я не буду, там, суперкрутым в этом и так далее, она, ну, достаточно велика. Хорошо. Я бросил учебу в Киси, пошел в кулек, я хотел сначала пойти в Карпенко, но потом почему-то побоялся, вот. К тому же я хотел быть почему-то фотографом, а не оператором на то время, и, ну, то есть я не пришел еще к тому, кем я хочу стать. Ну, я понял, что мне нравится, там, работать, ну, как-то, вот, я вижу изображение, да, но мне не хочется его рисовать руками, но есть другие способы, как достичь, там, чего-то в изображении. Я понял, что, наверное, фотография это то. Уже ко второму или к третьему курсу у меня сформировалось понимание того, что было бы неплохо идти на операторскую степь. Решил стать оператором, я хотел, ну, типа, сразу быть не там видеооператором и так далее, а быть киношным оператором и... В смысле, не снимать всякие, короче, репортажи там и свадьбы, да? Ну, не снимать всякие репортажи, да, свадьбы и так далее, мне хотелось там возиться со светом, да, да, да. То есть мне хотелось придумывать картинку, а не снимать то, что ты видишь. Но в то время технологии еще не были такие, как сейчас, не было всяких там фотоаппаратов с большими матрицами и так далее. Тогда были обычные там Соньки на DV-кассетах там с разрешением ПАЛ, вот, но в фотографии тогда уже изображение, ну, ты мог достичь нормальную картинку, ну, в принципе, типа, на пленку вообще так легко, и поэтому я решил, что мне нужно поступать куда-то, потому что там давали пленку снимать там и так далее, то сейчас этого всего вообще не нужно, в этом нужда отпала полностью, вот, и, ну, я хотел поэтому пойти именно учиться куда-то, чтобы иметь доступ к технике. И что ты все-таки, куда ты все-таки попал? Это Кулек был или ты получил? Я не стал поступать в Карпенко, я побоялся, подумал, что я не поступлю туда на бесплатный, пошел в Кулек на фотографию, и через два с половиной года я захотел поступать в Чехию, в ФАМУ, вот, но туда я так и не поступил, потому что, во-первых, это довольно затратное дело, во-вторых, в ФАМУ принимают восемь человек или шесть человек на курс с конкурсом восемьсот или что-то такое. Но ты хоть попробовал или нет? Я ходил на курсы в ФАМУ, но у меня не сложилось с визой. Я понял. И что ты закончил в Киеве, то есть, в итоге ты доучился в Кульке? Да, я доучился в Кульке. И что тебя там научили? Ничему. Не, ну, ничему это все-таки абстрактно, хорошо. Параллельно с обучением ты что-то пытался снимать? Вот какие были твои первые проекты в видео? Да, смотри, у меня были знакомые, которые снимали скейт-видео в то время, и они какой-то кусок скейт-видео снимали на 16-мм пленочную камеру. Вот. И я это у них подсмотрел, и, ну, загорелся этой всей темой, купил себе 16-мм пленочную камеру, но как раз в это время у нас закрыли цех по проявке пленки, и проявлять пленку стало очень дорого в Украине. То есть, ну, не то, что дорого, невозможно. Ты должен был отправлять в Москву пленку, ее там проявляли, потом назад забирать как-то это все. Короче, с пленкой не сложилось. Вот. То есть, я пленкой там занимался только фотографиями и так далее. Вот. Но как раз по окончанию университета появился, ну, 5D Mark II, и вот эта картинка там, ну, условно хотя бы похожая на то, что есть в кино, она стала доступна крайне. Я, конечно, себе купил Mark и начал просто снимать все, что вижу, там, какие-то сноуборд-куски видео, там, еще что-то. Первая серьезная именно работа-работа, не изобразительная работа, а работа физическая, за которую ты получаешь деньги, я случайно попал на сериал в Москве на НТВ. Я, естественно, не стал сразу, там, оператором-постановщиком, там, или кем-то еще, там, не режиссером. У меня был знакомый, который работал на сериале, и он был камерменом, вот. И какое-то время до этого он работал еще инженером камеры и предложил мне, ну, подменить его. На неделю он заболел, а это как раз зима была, и, ну, я согласился недолго, думаю, мне было интересно понять, что это такое, к тому же я хотел в это все попасть, там, и так далее. Вот, и за неделю я, наверное, научился намного большему, чем за, там, 5 лет у нас в университете. Хорошо, расскажи сейчас, чем ты занимаешься, какие твои проекты, то есть какой вот тот рынок, в котором ты себя продаешь как оператора-постановщика? Последние, наверное, около, там, 4-5 лет я снимаю в основном либо сериалы, либо клипы, либо рекламу. Документальные фильмы проскакивают иногда, кино пока так и не сложилось, но кино – это очень сложный вопрос в Украине, в принципе. То есть у нас немного проектов снимается. Хорошо, а какое твое любимое, вот что бы ты больше всего хотел снимать? Вот если мы не берем кино, например, то в основном ты бы себя отнес каким-то клипмейкером, там, к рекламным съемкам? Ну, скорее, больше рекламной съемки. В чем отличие между вот этими жанрами съемки? Если мы говорим о свадебном видео, рекламном видео и о музыкальных клипах, например, в чем разница в подходе, в работе? Ну, смотри, есть длительные проекты, да, там, ну, длительными проектами, может быть, там, телешоу или сериал, да. Сериал – это проект, который, ну, он снимается по сценарию, да, вот есть сценарий, и его там нужно реализовать. Вот, есть телешоу, да, телешоу – это проекты, которые тоже, условно, они делаются на потоке, там, каждый день мы видим какие-то там дурни плюс один или что-нибудь в этом роде. Но они пишутся не по сценарию, они снимаются в стиле «Есть журналист, который говорит, что мы сейчас снимаем, там, и вот ты что видишь, то и снимаешь». Вот, есть реклама, которая тоже снимается по сценарию, по четкой раскадровке, там, и так далее, притом, ну, в рекламе из-за того, что это очень сжатый период времени показывается, да, там, ну, 15-30 секунд и так далее, там очень лидирчиво относятся к тому, что там вообще, в принципе, в кадре находится. Но это, ну, кратковременный проект. Реклама может, там, за день снять, да, за полдня. В основном реклама снимается за день. Ну, большинство рекламы, которая снимается в Украине, она снимается за день. Бывают проекты, конечно, сложнее, но это редкость. То есть, эти рекламы хорошо готовятся, да, там, очень выверенные кадры, очень много декораций каких-то там, я не знаю. Ну, смотри, у проекта время жизни, оно намного больше, чем съемочное время. То есть, вот, например, сериал от задумки до эфира зачастую занимает около 2-3 лет. То есть, 2-3 года для сериала это нормально. Сначала ты едешь, там, продаешь идею, потом ты получаешь, там, ответ от канала, да, нам нравится, но мы хотим поправить вот это, да. Потом начинает переписываться сценарий, потом утверждается сценарий, потом начинает, там, подбирать актеров на главные роли, потом все понимают, что уже зима, и, а, у нас же проект про лето, нам надо ждать лето. Вот, то есть, время жизни рекламы, оно тоже не такое короткое, как, ну, как может показаться, да. Реклама зачастую, как проект, занимает около 2-х месяцев, но с момента вовлечения оператора-постановщика это от недели до 3-х недель. Окей, тогда расскажи еще про то, с кем ты работаешь на съемочной площадке. То есть, ты как оператор-постановщик, ну, мы уже поняли, что кем-то командуешь, у тебя есть какое-то окружение, с которыми тебе нужно кооперироваться, сотрудничать, вы с кем-то принимаете решения, кого-то ты тоже сам слушаешься, вот кто эти люди на площадке? Если говорить о, в принципе, площадке в целом, там очень много людей, то есть, на сериале может работать, там, 65 человек и так далее. Если это кинопроект, может работать и 5 сотен человек на одной площадке одновременно. Вот, но в действительности, ну, это только кажется, что это просто хреновая туча людей, которые непонятно, чем каждый занимается. У каждого есть своя роль. Если говорить именно о съемочной группе, есть, конечно, режиссер. Мы говорим, да, о том, без кого не может это обойтись, вот, обязательные люди. Режиссер, именно на съемочной площадке. Есть режиссер, мы не говорим о том, что там кто-то писал сценарий и так далее, то есть, это до. По сути, все решения в кино, там, в рекламе, в клипах и так далее, за проект отвечает в первую очередь режиссер, то есть, это его проект. Меня удивляют люди, которые там говорят, что, ну, вот там, типа, режиссер Галимы был, а, ну, там, оператор классный, фильм такой классный и так далее. Ну, не может быть такого, то есть, режиссер это тот человек, который делает весь проект, он отвечает за драматургию проекта, то есть, за то, чтобы это было интересно, за то, чтобы показать, то есть, мы видим, по сути, все через его призму, через его опыт и так далее. То есть, как он, короче, придумал, так в итоге это и получается, да? Да, но на площадке режиссер больше всего работает над двумя вещами. Первая – это мизансцена, вторая – это… Мизансцена – это расстановка актеров в кадре, правильно? Ну, это если говорить очень просто. Например, у нас там вот есть сцена, где человек там входит в кабинет и подходит там к столу, да? Это можно сделать совершенно по-разному. Человек может просто в тупую зайти и пройти расстояние и встать на точку, но… А может зайти, взять в руку там с полки какой-то предмет, покрутить, говоря что-то там, допустим, что прописано в сценарии. То есть, вот эти все вещи придумывает режиссер. И тут основная задача – это сделать действие интересным. Потому что в жизни мы все делаем не так просто, как… ну, и не топорно это все. Вот. И вторая вещь – это работа, естественно, с актерами, чтобы актер выдавал нужную эмоцию, там, или не эмоцию, темп. Но режиссер за камеру не отвечает никак, да? Или вот как идет кооперация режиссера и оператора-постановщика? Это болючий вопрос, на самом деле. Есть режиссеры, которые… ну, вот, смотри, в Украине, ну, рынок, в принципе, нашей индустрии, там, производство сериалов, кино и так далее, она начала развиваться относительно недавно, но в плане вот именно развития своего, да? То есть, у нас сериальное киношное производство, оно давно есть. Но это люди другого поколения, да? Вот нашего поколения, оно все такое, знаешь, еще в зачаточном состоянии, там, буквально пару лет назад было. И у нас есть много неопытных режиссеров, которые думают, что они делают картинку, совершенно забывая о том, что они… ну, например, человек может банально не поставить задачу актеру, да? То есть, но при этом он будет, там, ходить и говорить, что вот, там, я хочу такой кадр, вот такой кадр я хочу, еще вот такой кадр я хочу. Ну, это правильно или это неправильно? Это неправильно. Вот, а как должно быть? То есть, идеально, как идет работа режиссера и оператора? Это должна быть коллаборация, то есть, у режиссера есть свои вещи, за которые он отвечает, которые я назвал раньше, да? Оператор отвечает, по сути, за визуальное исполнение этого всего, да, за атмосферу, за, ну там… Это освещение, например. Да, но, например, одно и то же помещение может освещено быть совершенно по-разному. Кто тут выбирает, какое настроение должно быть? Например, режиссер говорит, что у нас грусть, ты говоришь, давайте тут синеньким, короче, посветим, да? Холодным каким-то светом. Это происходит вместе, то есть это вот… Кино – это такая индустрия, где ты не можешь один говорить, я хочу вот так, я так вижу и всё, да? Тут всё происходит в коллаборации. Ты должен, ну, хорошо понимать, о чём говорит человек, чего он у тебя хочет. Вот этот общий язык – это, наверное, самое важное, что есть в проекте между режиссёрами и операторами. Ну вот смотри, по режиссёру вроде как понятно, он говорит, я вот такой-то сюжет, вот такая-то эмоция, вот так он идёт. Что говорит оператор? Ты говоришь, какой-то объектив, например, такая-то там диафрагма, что-нибудь ещё. То есть всё-таки какую камеру мы используем? Нет, смотри. Ну, камера – это выбирается до проекта, да? Что говорит оператор вообще глобально? То есть в первую очередь ты обсуждаешь с режиссёром, как эта сцена разбита на кадры. И разбивается ли она вообще на кадры, или это всё снимается одним кадром там и так далее, да? То есть у сцены есть определённая длина, и ты не всё можешь уложить в один кадр, далеко не всегда. Не всегда это нужно, то есть это тоже по задумке. Есть ещё ограничения, помещения банальные и так далее. И тут ты с режиссёром начинаешь решать, ага, вот эта точка мне подходит по актёру, это не очень, давайте там что-то по мизансцене поменяем или не поменяем. Вот, и в первую очередь ты разбиваешь сцену на кадры. Это делается на съёмке или это до съёмки ещё? Зависит от съёмки, то есть если это реклама, она разбита на кадры ещё до того, когда же оператора-постановщика привлекли зачастую. Ты там уже плюс-минус под себя двигаешь это всё, но если говорить о сериале, это чаще всего делается прямо на площадке. То есть вы пришли, разложились, поставили как-то свет, потом уже посмотрели, как это уходит реально? Нет, сначала ножками прошлись, а только потом поставили свет. Окей, окей. То есть и дальше получается выбор объективов, диафрагм, это вы всё делаете с режиссёром, правильно? Нет. Бывает такое, что режиссёр говорит, что я вот хотел бы здесь там на длинном или там это на широком, хотел бы, да? Но в принципе это апт у оператора-постановщика вопроса. Ну вот, то есть выбор оптики, чаще всего, конечно, мы снимаем людей, то есть 90% кадров это актёры. Тут всё сводится к тому, что ты уже делаешь вот эту картинку. Картинка, у неё тоже есть определённый язык, на котором она говорит и так далее, пластика. Есть операторы, которые снимают всё на широком угле, есть операторы, которые снимают всё на длинном, есть операторы, которые там любят дикую динамику. То есть это всё вот те решения, которые принимает оператор. Если сравнить омерзительную восьмёрку Тарантино и какую-нибудь идентификацию Борна, это совершенно разные по подходу к картинке картины. Режиссёр утверждает оператор, с которым он будет работать, да, или как? Конечно. То есть вот потому что какому-то режиссёру нравится, как видит вот этот вот оператор, да, ему нравится, как он работает там с пространством, с той же динамикой в кадре, да. Ну, в мире всё немного сложнее на самом деле, то есть всё ещё сводится к графикам, кто когда свободен там и так далее. Нет, ну глобально, то есть мы сейчас берём более простые штуки. Вот смотри, есть фильм там «Говорит король», да, там всё снято на широкий угол, вот. Вот, и это же нужно, или там «Гранд-отель Будапешт», там вся симметрия в кадре. Вот эта же задумка, это же операторская работа, правильно, что всё так будет построено? Ну, не совсем, смотри. А режиссёр согласился? Нет, нет. А как это? Ну, у режиссёра есть определённое видение, то есть он понимает. Я говорю о ситуативных вещах, перед этим я говорил о ситуативных. Вот когда ты на площадке, ты уже вот это всё выбираешь. Это происходит до начала проекта. Это, ну, конечно, да, то есть это, опять же, коллаборация. То есть режиссёр с оператором садятся, обсуждают это всё. Но вот ты назвал там фильмы Уэса Андерсона, как «Гранд-отель Будапешт» и так далее. Он работает с одним оператором. У него фамилия Йоман, он европеец, и у него все картины сняты с Андерсоном, они сняты в такой стилистике. То есть это больше авторское видение Уэса Андерсона, чем операторское видение. Если ты посмотришь другие фильмы этого оператора, он… По-другому снимает. Да, это всё зависит от проекта. То есть… Окей, а ты как оператор постановщик, ты готов подстраиваться под определённого режиссёра, например? Конечно. А почему так должно быть? Почему режиссёр не подстраивается под оператора? Да, подстраивается тоже, но, ну, понимаешь, тут, да, тут есть определённый момент притирки там и так далее. Это, знаешь, вопрос типа, что было раньше, курица или яйцо? Вот кто главнее, оператор или режиссёр? Видишь, получается, что типа вроде как оператор должен подстраиваться под режиссёра, а иногда режиссёр выбирает… Нет, не совсем, есть же технические ограничения, ну, то есть то, что у тебя в голове не всегда можно реализовать, и есть там какие-то возможности. Режиссёр вообще об этом не знает, то есть ему не нужно морочить себе голову всеми этими вопросами. Вот, тут весь вопрос в адекватности подхода этого всего и так далее. Но, конечно, любой проект, как я уже ранее говорил, это в первую очередь режиссёрское видение. То есть даже есть в рекламе такое слово «режиссёрский тритмент». Там, например, рекламное агентство составляет кейс. Кейс – это условно история рекламная. Вот, такой краткий тезис о сценарии. И он даётся на питчинг разным режиссёрам, которые присылают своё видение одной и той же истории. И оно может очень отличаться сильно. То есть один человек говорит, я вот хочу там снять пять бабушек, которые в парке сидят и жуют семечки. А другой говорит, не, ну это по-любому надо хай-тек здание там и так далее. То есть это всё в первую очередь видение режиссёра и уже потом его реализация, воплощение в жизнь. Но кроме режиссёра, есть же ещё люди, которые помогают тебе в работе. Кто они? Ну смотри, вот режиссёр – это тот человек, с которым оператор-постановщик работает на площадке. То есть они работают в паре. Но есть люди, которые подчиняются оператору-постановщику, есть параллельные какие-то группы и так далее. Есть, например, операторская группа. То есть, как я уже говорил, оператор-постановщик может не всегда вообще находиться за камерой. Он может находиться там… Возле на плейбеке. Да, на плейбеке. И, соответственно, у него есть два оператора. Или три, или больше. Вася-вася левее по кадру, да? Петя-петя ниже по камере, да? Да, это всё там через рацию или там напрямую общается. Затем есть… Даже если там оператор-постановщик сам сидит на камере, у него обычно есть фокус-пуллер. Это первый инженер камеры. В титрах это часто можно увидеть как first AC. То есть у нас немного перевёрнуты имена каждой профессии. Но обычно есть типа first AC. Это человек, который крутит фокус и, в принципе, отвечает технически за камеры, за то, чтобы они были в порядке и так далее. Есть второй AC. Это вот как раз тот человек, который носит. То есть вот, например, first AC у тебя находится возле камеры, да? Он там снимет с тебя камеру и затем передаёт второму AC, если он есть на проекте, который уносит её куда-то там, меняет батарейки, приносит батарейки. То есть уже занимается такими мелкими делами. Затем есть в операторской группе… Ну, в Штатах это в операторской группе, у нас это в режиссёрской группе. Такой человек, как Хлопушка. Это человек, который пишет номер сцены, имя режиссёра, оператора-постановщика на такой картоночке. Но всё это делается для того, чтобы потом можно было выбрать правильный дубль в материале, потому что не всегда режиссёр монтажа связан с режиссёром и вообще они могут не видеться. Есть там определённый тоже человек на площадке, который ведёт записи, заметки на тему того, что говорит режиссёр. То есть в шестом дубле нам надо зарисовать на стене точку. Мы её увидели, до этого не видели. Но мы хотим этот дубль. Всё это пишется, потом передаётся на монтаж. Я так понимаю, что ещё есть люди, которые работают со светом. Это так называемые гаферы. Да, не только гаферы. Смотри, вот это часть группы камерная. То есть в камерной группе бывают ещё дольщики, это люди, которые толкают тележку. Крановщики, это люди, которые там привозят, собирают кран. Стедикам-оператор может быть. Это человек, который ходит с такой палкой или с ронином. То есть у оператора-постановщика может быть ещё оператор-стедикамщик. То есть оператор-постановщик говорит, нам нужно пройти вот так, вот так, вот так, пролететь вот здесь, вот здесь, вот здесь. И ты стоишь, смотришь, как он ходит. Да, конечно, ты ставишь задачу этому оператору, и он четко выполняет то, что ты ему сказал, потому что не у всех операторов-постановщиков хватает здоровья для того, чтобы ходить с камерой. Диккенсу 60 плюс лет сейчас, и, конечно же, он не будет ходить со стедикамом, с тяжеленной камерой и так далее. Это все делает за него оператор стедикама. Как правило, это первый камерамен. То есть, если брать по шаблону голливудских фильмов, первый камерамен, он всегда стедикам-оператор. То есть, тот, который фокус крутит? Нет, 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 это камерамен. А, то камера-ассистент, типа, а это камера. Все, я понял. Ага, я понял, окей. То есть, у оператора-постановщика чаще всего бывает, ну, не всегда, опять же, не всегда, один или два ассистента по камере технические, которые называются инженерами. И бывают камермены, которые сидят непосредственно за камерой и снимают. Я понял. Вот, либо ходят с камерой и так далее, либо он сам ходит с камерой. Окей, это значит, все относится к группе камерной, да? Да. А еще? Есть группа осветительная, которая в подчинении, опять же, у оператора-постановщика. Это гаффер. Это человек, который технически творческая единица. Гаффер, это как бригадир, короче, да? Ну, у нас это, да, условно, это… Прораб. Да, да, да. Но на самом деле гаффер – это тоже очень важный человек на съемочной площадке, на большой, потому что это тот человек, который помогает оператору-постановщику выводить свою задумку какую-то, ну, приводить ее к реальности. То есть, ты не можешь в голове там держать все технические нюансы, параметры там света, электричества, подключения на площадке и так далее. Гаффер – это вот тот человек, который делает всю эту работу. Ну, например, вот приведи пример работы с гаффером. Вот ты приходишь в комнату с гаффером. И ты начинаешь с ним советоваться, например, у тебя огромное окно панорамное, да, там день солнечный, а у вас съемка заканчивается ночью, а тебе нужно все время день в кадре делать. И ты говоришь гафферу, слушай, ну, у нас вот тут такая задача, ну, режиссер поставил, у нас целый день день. Нам надо вот… Целый день день. Да, целые сутки день. Целые сутки день, да. Вот. И, ну, ты ему говоришь, нам надо сделать таким образом… Симитировать, короче, солнечный свет. Ты можешь конкретно ему говорить, какие приборы где ты хочешь там видеть и так далее, да. Либо он тебе может подсказать там, какие решения. То есть, это, например, мы поднимем там на кране за окном вот такой-то прибор там и так далее. Ты ему говоришь, да, но я хочу, чтобы он светил там не жестким светом, а мягким. Он говорит, хорошо, я там закатаю там фростом окна или там я натяну раму там. То есть, вот он – это первый человек, который, наверное, самый важный человек на площадке для оператора. Это человек, который помогает оператору сделать картинку такой, которой оператор хочет ее видеть. Потому что режиссер в этом как бы не сильно разбирается. Режиссер вообще в этом не понимает. То есть, он говорит, я хочу, чтобы тут светилось, и ты потом говоришь, что вот тут, пожалуйста, контровичок поставь, тут вот флажком подобьемся, да, тут прям пластиком. Ну да, то есть, но потом режиссер может подойти и сказать, ну, ребят, все классно, но я хочу, чтобы вот у нас вечер был не теплый, а такой холодный, как лунный свет. И ты такой, а-а-а, ну, переделываем. Да, то есть, плюс это тот человек, который может там помочь оператору посчитать свет там и так далее. То есть, не всегда на площадке у тебя есть время считать там количество приборов, которое надо, чтобы осветить там определенные участки. Гаффер тебе сразу это говорит, потом подсказывает и так далее. У него в подчинении есть осветители, есть электрик, есть кейгрип. Кейгрип, это тоже интересная должность, это человек, который все крепит. Это, например, возможно, там нужно пригрипповать камеру к автомобилю снаружи, вот прикрепить ее, да, вот как это сделать? Там продаются присосочки маленькие, но это все небезопасно. На самом деле это тот человек, который отвечает за безопасное крепление чего-либо, к чему-либо, из оборудования, вот. То есть, они там привязывают лампочки к деревьям. Привязывают, гриппуют. Ну, грипп, ну, я так, чтобы все поняли, да? Ну, правильно, да, это получается? То есть, это можно, что там еще делают они? Там, если оно нужно как-то сверху свет ставить, они там знают, как это прицепить, правильно? Они все с собой для этого возят, соответственно. И это все в подчинении у гаффера все-таки или нет? Или какие гриппы отдельные законы? То есть, оператор общается с гаффером, и гаффер уже в дальнейшем ставит задачу осветителю, электрику и кейгриппу. Вот, то есть, ты можешь напрямую общаться с кейгриппом, когда тебе нужно там загрипповать конкретно камеру, да? В таком случае, да. Но во всех остальных случаях это в подчинении у гаффера. Еще кто-то есть? Ну, это все, что касалось осветительной бригады, да. Да, но также есть там разные группы людей на площадке, с которыми оператору-постановщику так или иначе приходится работать. Это, например, художник-постановщик. Это человек, который отвечает за… Реквизит, декорацию. Нет, не реквизит. Реквизит – это отдельно. Реквизит – это реквизитор. Это человек, который отвечает, например, за декорации. То есть, это, наверное, проще всего объяснить. Вот у тебя есть реклама, тебе нужно там в частном доме семья садиться на диван, да? И этот частный дом, вместо того, чтобы искать идеальный, он строится в павильоне. Вот, потому что, возможно, это дешевле. И все, что тебе нужно, там все будет, короче. Да, и вот оператор-постановщик общается с художником-постановщиком на тему цвета стен, светоотражаемости поверхностей, там, да. То есть, чтобы… Вот есть большое множество нюансов, которые нужно обсуждать тоже с этими людьми. И, ну, съемочная площадка, в принципе, всегда это вот такой один живой организм, где каждый в идеале должен привносить свою лепту, но при этом не забывать про остальных. Но все это готовится заранее, то есть, вы все встречаетесь, обсуждаете проект, каждый идет готовиться, вы все пришли и все получилось, правильно? Зависит от проекта. То есть, смотри, в рекламе, конечно, есть там подготовки еще до встречи с клиентом, там, потом встреча с клиентом, подготовка после встречи с клиентом и так далее. В сериальном производстве на это времени, как правило, не выделяется много, то есть, есть сжатые там сроки, например, в эфир мы должны уйти там 12 сентября, да. И вот хоть ты тресни, проект должен быть снят, смонтирован. Ну, это я понимаю, но вот смотри, такого же не может быть, что у тебя в начале серии актер бежит в одном пиджаке, а прибегает в другом пиджаке, правильно? Или там... Да, но за это отвечает репизит. Тут висела картина на стене, а в следующей серии там часы уже, то есть, получается, что... Но факапы случаются везде, даже в голливудской картине. Я это понимаю, ну, то есть, ну, по-хорошему это все должно заранее обсуждаться и потом следить. Ну, есть решения, которые принимаются на площадке непосредственно, то есть, какие-то вещи могут там утрясаться непосредственно во время съемки, какие-то заранее, ну, там есть сценарии, да, вот, допустим, когда делается большой проект, есть читка сценария. То есть, садятся все главы департаментов, там садится оператор-постановщик, садится режиссер, садится сценарист, возможно, если он доступен, садится администратор проекта, садится художник-постановщик, реквизитор, иногда гаффер, но гаффер, наверное, на читке рановато, вот, и они сидят и читают сценарии и делают каждый департамент для себя заметки. То есть, например... Ну, есть же все-таки подготовка, все правильно, так, ну-ну. Да, но не в Украине. Ну, не надо, не всегда, не всегда. Ну, это все очень зависит от срока. Это просто тебя наболело, видно, это выговаривали. Нет, нет, это просто бывает нормальная ситуация. То есть, многие выезжают чисто на опыте, получается, тебе приходят и делают то, что нужно. Тебе там спросили, что вы снимаете, мы снимаем в детской комнате, ну, и художник-постановщик уже там понимает, что такое детская комната. Да, он понимает, что, ну, вот, наверное, тут было бы классно розовый цвет стен и так далее. И уже там, ну, когда это строится, конечно, у тебя есть время на подготовку и так далее, но не все проекты строятся. Вот есть проекты, которые, например, ну, там, ты снимаешь в арендованной квартире или там доме и так далее, да. И в данном случае работа художника-постановщика заключается в том, чтобы аккуратно это наполнить. Смотри, вот, в чем разница реквизитора и художника-постановщика? И тот, и другой отвечают там за предметы в кадре, да. Но реквизитор отвечает за предметы в кадре, с которыми актер взаимодействует, а художник-постановщик отвечает за предметы в кадре, с которыми актер не взаимодействует. То есть, например, если он берет книжку, да, это реквизитор. Если книжка лежит на полочке, это художник-постановщик. Давай тогда перейдем к теме, которая больше, наверное, как бы, именно к операторской части лежит ближе. Это вот выбор камеры и объективов. Вот сейчас у нас такой технический прогресс, что даже мобильные телефоны снимают уже и 4К, и суперклевое замедление. Есть офигенные камеры там с микро 4.3 матрицами, есть кропнутые APS-C матрицы, есть фулл-фреймы. И есть, ну это там вот фотоаппараты, например, какие-нибудь, да, а есть, например, камеры уже, которые считаются видеокамерами. Вот расскажи мне, в чем принципиальная разница, на что можно снимать кино, на что можно снимать репортаж, на что можно снимать там себя в Инстаграм, для чего те и те камеры, почему такая большая разница в стоимости и вот что ты выбираешь для себя и в каких случаях. Конечно, камеры, ну, они поменялись очень значительно. Вот цифровой прогресс за последние 10 лет, вот если оглядываться буквально в 2007 год, он просто нереальнейший. То есть мы от DV-камер на кассетках, на магнитных, пришли к тому, что сейчас вот камера может снимать 8К. Разрешения, ну, даже экранов таких вот до, там, условно, последнего года не было. Ну, в принципе, массовой такой доступности их и нет до сих пор. Ну, конечно, нет, но Олимпийские игры в Японии будут сниматься в 8К и транслироваться. Ну, мы не увидим на нашем телевидении все равно всей красоты этого. Но можно очень сильно призумить. Вот, вот, вот про это и расскажи, как ты выбираешь все-таки камеры и почему, вот что, для чего нужны там фотоаппараты, для чего нужна камера типа там Ари или Ред? Вот, вот, смотри, если брать там сериальное или киношное производство или рекламное там и так далее, да, основные камеры, вот 90% всего, что ты снимаешь, это лица людей. И, вот, например, там, ну, типа, есть огромная вот эта вот, знаешь, часто картинка из съемочной площадки, огромнейшая камера, обвечена, там, куча всего, там, куча проводов намотана, что-то там торчит, висит и так далее. Вот, вот, все это, допустим, если ты идешь в горы поснимать рассветы, конечно, ты никогда в жизни не потащишь, и это даже не нужно. Ну, то есть, съемочная площадка большая, она сама по себе медленная. Чем больше людей находится на площадке, тем медленнее происходит коммуникация, процесс и так далее. Вот тебе нужно сказать одному, второму, третьему, четвертому. И, получается, вот, от комфорта того, что у тебя маленькая камерка, да, тебе лучше не становится. Вот, поэтому все киношные камеры, они до сих пор, там, огромные, большие, там, сейчас они чуть меньше стали, чтобы в трехосевые стабилизаторы можно было ставить, типа, того же Ронина и так далее. Но глобально нет нужды их уменьшать сильно. Вот, если говорить о фотоаппаратах, там, о всяких таких историях, почему это не используется, там, в кинопроизводстве, ну, вот, первая причина – это вот это, да. Вторая – да, фотоаппараты дешевле, да, они, в принципе, могут выдавать неплохую картинку, готовую, вот, если тебе с ней ничего не нужно делать, она прям, ну, очень прикольная сейчас. Порой даже, там, ту же Ария Алексу можно не отличить от Панасоника, GH5, вот, но правда в том, что все, там, кинопроекты, они цветокорятся. И основной принцип цветокора, ну, базовый, первый – это сведение всех кадров к общему одному знаменателю. То есть, у тебя, например, там, есть кусок фильма, который снят в одном, там, в одной атмосфере. Вот ты для себя решил, что это все будет снято, там, в каких-то холодных, ну, в холодных тонах, да. Вот, пусть будет, ну, там, та же сепия, да. Все это нужно подтянуть под этот общий знаменатель. И когда ты начинаешь тянуть картинку с фотоаппарата, она начинает рассыпаться из-за того, что там большая компрессия. А киношные камеры, они, вот, не сжимают картинку до такой степени, там, из-за этого они такие здоровые и так далее. Потому что там очень большая вычислительная мощность закладывается. И очень большой поток, который весь пишется, сохраняется и так далее, чтобы у тебя была возможность, вот, в первую очередь, это все свести к одному. То есть, грубо говоря, у тебя есть более вместительный файл, да, типа, там, равы какие-нибудь, которые ты потом можешь очень хорошо и цветокорить, и как-то, там, просто обрабатывать, да. Да, то есть, не обязательно тебе всегда тянуть картинку. Просто картинка, ну, ты, там, всегда все стараются снимать картинку как можно ближе к тому, что ты хочешь увидеть. Окей, то есть, первое, это возможность хорошего и цветокора, хорошего и более глубокого постпродакшена, да, это раз. Что еще, ну, кроме этого, влияет? Комфорт в работе. То есть, когда ты работаешь на площадке, ты очень целенаправленно, то есть, у каждого человека, ну, как мы уже поняли, есть своя роль, да, и ты тратишь на эту роль огромный кусок своей жизни, там, 12-15 часов в день и так далее. И если тебе неудобно с этим работать, ты просто измучишься, ну, это просто невыносимый ад, там, когда ты не можешь, там, повернуть экран, там, или перевернуть, например, там, камера у тебя подвешена где-нибудь под потолком, да, тебе нужно повесить радиопередатчик, чтобы это все как-то видеть, там, и так далее. Либо, там, подлезть к камере невозможно, она там где-то под аркой автомобильной, там, и так далее. Вот, все это в первую очередь сделано ради комфорта работы. Потом оптика та же, фотооптика. Вот сейчас есть очень много объективов, которые выпускаются и в кино, и в фото-версии. Например, у Sigma вот есть популярный объектив 18-35, 1.8, который зум на кроп. Его кино-версия оптически абсолютно ничем не отличается от фото-версии. То есть это один и тот же объектив, но с одной небольшой разницей. Во-первых, это крепление, PL-mount, он надежный. В отличие от крепления фотоаппаратов, он не люфтит, когда ты его двигаешь каким-то мотором, там, и так далее. То есть она четко стабильная картинка. Во-вторых, там сразу стоят гиры на зуме. Да, они такие с зубцами под определенный питч, ну, шаг. Вот, и под моторы. То есть ты сразу там радиофокус можешь набросить и так далее. И третий нюанс – это ход кольца фокусировки. Фотообъективы, они делаются под автофокус. Чем короче ход кольца, тем лучше для автофокуса, тем быстрее он будет работать, тем быстрее он будет там хватать и так далее. Но если тебе нужно там сделать перефокус с яблока на лицо человека и обратно 15 дублей подряд, ты измучишься это делать на фотооптике, потому что это очень тонкая грань, когда ты попал в фокус, а когда нет. На кинооптике вот этот ход кольца, он намного больше. Он где-то раз в 6-10 бывает больше, чем на фотооптике. И из-за этого ты очень четенько можешь попасть туда, куда тебе нужно. Ну и потом там всякие компендиумы и так далее, чтобы тебе там свет не засвечивал, потому что когда ты снимаешь со светом, у тебя начинают проблемы с флеерами всякие появляться там и так далее. То есть это все сделано для того, чтобы тебе комфортно было работать на площадке. А, например, вот сильное замедление. Я так понимаю, что сейчас мало кто из там фотоаппаратов, да, может дать тебе возможность снимать хорошее замедление при этом при очень большом разрешении. Ты знаешь, по поводу замедления, это такая интересная вещь. Сейчас iPhone снимает Overcrank лучше, чем, допустим, Red, который там был выпущен 5 лет назад. Лучше в плане качества? В плане количества кадров в секунду. Слоумоушен не какой-то показатель там качества картинки. К тому же слоумоушен далеко не всегда тебе нужен такой. Если это рекламный или киношный слоумоушен, он часто уже не в сотнях кадров измеряется, а в тысячах. То есть там Phantom Flex 4K снимает тысячу кадров в секунду. И это все в достаточно неплохом качестве. Но это очень дорогая камера. Она, по-моему, и в аренду очень дорогая. Да, она в аренду стоит порядка 2000 долларов в смену. Ну, раньше того. Я понимаю, что чем у тебя более хорошее оборудование, тем больше денег ты затрачиваешь на дополнительные аксессуары, на то, чтобы снимать на эту технику. То есть там еще нужны дополнительные штуки. Ну, я не знаю, очень много разных. И батарейки особенные, и та же киношная оптика уже отдельно стоит. И все, и все. То есть, в принципе, снимать на фотоаппарате дешевле получается. Это все относительно. Когда ты снимаешь один, ты купил себе фотоаппарат, пошел в горы, поснимал пейзаж или портреты и так далее. Или снял фотостудию, поснимал портреты. Основная твоя затратная часть – это вот эта камера, аренда студии или поездка в горы и так далее. А когда ты снимаешь большой проект, основная затратная часть, ну, в голливудских проектах – это актеры, гонорары. Производственная часть. Вот эти затраты на камеру, они настолько, на самом деле, относительно мизерные, что это просто теряется вот в этом общем бюджете вообще вот так вот. Конечно, для одного человека это нереально дорого. Но когда это производство, ты когда производишь сахар, для тебя купить фуру – это недорого. Ну, я тебя понял. Смотри, я просто хочу, чтобы было понимание, почему мы не можем использовать фотоаппараты для всех проектов. Правда в том, что мы можем, но есть у фотоаппаратов ограничения, которые становятся просто неудобными со временем. Есть вещи, которые нерационально использовать вот так. Вот, например, ты хочешь снять рекламу, да? Вот есть же куча видеографов, которые снимают небольшие ролики, и они получаются отличные. Вот, не знаю, мне очень нравится там ролик Сережи Сараханова «Гуд». Про ревизики он снял ролик. Вот, он очень неплох сам по себе. Но Сережа снимал его один абсолютно. То есть у него не было там художников-постановщиков, реквизиторов и так далее. Просто потому, что для этого проекта это было нецелесообразно. Его можно было так снять, да? Но, допустим, если бы задача была немного более сложная, там был бы клиент строгий, типа, я не знаю, Coca-Cola, да? Вот, или там Watsons, или еще кто-нибудь, который приходит и говорит, вот нам надо в каждый кадр менять цвет бутылок. Вот, например, в одном кадре у нас Coca-Cola, в другом кадре у нас Fanta, в третьем кадре у нас Sprite. И тут фишка там строится на цветах этих бутылок, да? Ну, у тебя их 500 в кадре. Ты один это все не поменяешь. Это займет нереальное количество времени. Для этого начинает все наворачиваться, наморачиваться. Появляется там художник-постановщик в проекте. Вот. И точно так же с фотоаппаратами. То есть для определенных задач этого более чем достаточно. И это лучше будет, чем снимать на большую камеру. Там, например, если тебе нужно снять вот такой вот ролик, как для Гуда, да, снимать на фотоаппарат, это рационально. Там тебе дешево будет, стоит стабилизация и так далее. Но когда ты берешь какой-нибудь Red, да, тебе уже нужен Ronin. А вот если, смотри, а если я вот клиент какой-то такой простой, но я вот заморочился, я говорю, я хочу, чтобы мне вот сняли на Ари. На Ари Алексу, вот я хочу, чтобы у меня был ролик на Ари. И когда мне спрашивают, почему, я говорю, я так хочу. Ну, клиент вправе диктовать. Это я получу что-то более лучшее или нет? И почему я должен это получить? Понимаешь, смотри, ты получишь подход. То есть иногда клиент говорит, вот, ну, типа, у нас была ситуация когда-то, когда пришел один и тот же проект, там, одному моему знакомому и мне, да, и выбрали там, ну, нашу команду, просто потому, что мы более серьезно к этому подошли. То есть некоторые вещи, они показательные. То есть если ты там, например, снимаешь на Red, да, это говорит об уровне подготовки, потому что ты не можешь просто взять Red, разложить его и прийти и снять. Такие камеры, как правило, требуют того, чтобы там был инженер, как минимум один человек, который это все носил. Потому что, например, ну вот, если так очень банально говорить, да, есть первый Red, который был выпущен, Red One, да. Он сейчас стоит дешевле, чем 5D Mark IV и дает картинку намного лучше, чем 5D Mark IV до сих пор. Но он весит хреновую тучу килограмм. Соответственно, он требует тяжеленный штатив для себя, который стоит дофигищи денег. Он требует мощный компьютер, который, ну, смог бы процессить, ну, эти данные. И это подход, все. Если ты, например, там снимаешь свадебное видео, да, и думаешь, вот, я сейчас куплю Red One, он же стоит дешевле, чем Mark IV, но картинка лучше, да, я буду снимать лучше, нифига. Ты не сможешь его повесить на, там, стабилизатор, ты не сможешь, там, его таскать один буквально. Я понял. То есть, получается, выбор камеры сводится к конкретной задаче, и эта камера должна быть оправдана под эту задачу. Да. И, соответственно, часто более тяжелое оборудование, не в плане веса, а в плане управления им, требует большей команды, большей подготовки, большей ответственности. Ну, хорошо, а у меня тогда один такой вопрос всплывает. Почему нельзя так же относиться к съемке на фотоаппарат? Относиться можно, но, ну, то есть, ты можешь абсолютно одинаково подходить к съемке на фотоаппарат, и на камеру вообще разницы никакой. Неважно, что у тебя снимает изображение, да, там, тут весь вопрос в подходе. То есть, либо ты серьезно подходишь к этому, либо нет. Но все равно же аватар не снимают на фотоаппарат. Ну, есть пара фильмов, достаточно неплохих, которые сняты на 5D Mark II, например. Нет, я это все тоже понял. Мне просто интересно, пока что самая основная разница, которую, как бы мы поняли, это возможность постпродакшена, возможность, там, иногда лучшего замедления, большего разрешения иногда. Нет, нет, я бы не сказал, что лучшего замедления. То есть, смотри, опять же, я же тебе говорю, что... Просто мне вот интересно, реально визуальная разница в картинке. Визуальная разница, она небольшая. Большая разница в подходе, в комфорте этим пользоваться постоянно, понимаешь? Ты же не снимаешь, там, аватар один день, ты снимаешь его, там, 90 дней, да. И 90 дней тебе нужно работать, и это все влияет на скорость работы. Вот почему я начал говорить о том, что люди начинают наморачивать, там, по количеству людей, задействованных в рекламе, да, потому что все сводится всегда в больших проектах к времени и деньгозатратам. То есть, чем больше времени занимает проект, тем дороже он тебе обходится. Например, у тебя актер стоит, там, 100 тысяч долларов в смену. Вот, конечно, тебе надо, чтобы площадка работала быстрее всего, да. И тут ты начинаешь строить 5 помещений в одном павильоне, потому что переезды у тебя займут слишком много времени. Тебе дешевле построить 5 квартир разных в одном помещении, чем переезжать, потому что переезд – это время, это, там, пробки, час пик, там, и так далее. Хорошо. То же самое с камерами. Твоя любимая камера, на что ты в основном любишь снимать? И почему просто? Это такой быстрый вопрос. Ну, последние 5 лет я работаю с Рэдом в основном, вот. Мне очень нравится работать с Рэдом. Многие меня спрашивают, почему я не снимаю на Алексу. Не знаю, не люблю Алексу. Да, картинка у Алекса хорошая, но в плане комфорта использования мне удобен. А любимые объективы у тебя есть? Или ты в основном выбираешь тоже? Я, смотри, объективы четко под задачу. Да, у меня плюс-минус есть там оптика, которая мне нравится. То есть мне очень нравится анаморфный лук, но это дорого. То есть ты не... Ну, вот я, например, не могу себе позволить купить там сетки ношной оптики, я беру его в аренду, да. Вот, это нерационально даже. Если бы я мог себе купить, я бы не купил просто потому, что это слишком дорого. Ну, часто я снимаю на Ультрапрайм, ЦАЭС Ультрапрайм. Ну, окей. Люблю кук. Хорошо, теперь давай следующий вопрос. Это вот ты как оператор-постановщик, вот ты приходишь на съемочную площадку, что ты носишь с собой? Вот что он должен иметь при себе на съемке оператор-постановщик? То есть незаменимые такие вещи. Это хороший вопрос на самом деле. Площадка это такая вещь, даже не вещь, это такая среда, которая требует от людей какие-то вещи, которые вообще супер неочевидны. Конечно, оператор-постановщик должен иметь при любых экспонометрах, чтобы понимать, какой у тебя контраст в кадре. Часто бывает такое, что ты оказываешься на площадке, и тебе нужно снять один и тот же кадр там, или первый кадр сцены в начале месяца, и второй кадр сцены в конце месяца, да? Тебе нужно идеально повторить эту картинку. Ты за месяц забываешь, где у тебя какие приборы стояли, да это и не важно, по сути, там лампа могла где-то подсесть и так далее. У тебя даже может быть разный комплект приборов в это время. Тебе нужно повторить контраст, тебе нужно повторить освещенность, диафрагму. То есть ты работаешь под определенную диафрагму всегда. Вот, и, соответственно, для этого нужен экспонометр. Да, ты можешь оценить там яркость, контраст картинки на глаз, но это очень не точно. Экспонометр тебе покажет четко, сколько диафрагм дает определенный прибор. Вот, затем часто нужна рулетка. Расстояние, да? Да, то есть бывает, ты приходишь на освоение, у тебя нет камеры. То есть никто там не делает, прилает на многие проекты. То есть когда ты пришел просто на локацию посмотреть, как оно вообще вживало. Да, то есть перед проектом ты вот приходишь смотреть, вот тут мы будем снимать, да? Какие здесь есть нюансы и так далее, да? Тебе для этого нужна там иногда либо лазерная рулетка, ну в идеале, конечно, лазерная. Чтобы измерить расстояние, да. То есть тебе говорят там, а какая там стена? Там гаффер у тебя спрашивает, вот не было возможности у гаффера приехать. Какой размер помещения? Или там художник-постановщик говорит, ну да, хорошо, мы строим павильон, а какая высота потолка должна быть? И ты такой, ну блин, ну примерно. Ты берешь, меряешь там то, что тебе нужно конкретно, вот ты можешь посмотреть, знаешь. Ну и плюс иногда же нужно оценить по фокусному расстоянию, да, какой объектив тебе влезет, какой не влезет. Вот, поэтому лазерная рулетка – это второй предмет, который очень важен для оператора-постановщика. Третья вещь, наверное, ну не столько касается к оператору-постановщику, но в принципе к операторам – это перчатки. Часто тебе приходится работать с оборудованием, которое работает в рентале где-то там, или там ты вышел там из помещения внезапно на мороз и так далее. То есть перчатки – это та вещь, которая всегда поможет. Перчатки обычные или они какие-то специальные? Желательно кожные. Во-первых, они там не проводят ток, во-вторых, они теплые и так далее. То есть за что-то горячее ты можешь схватиться, там за прибор какой-то. Ну, конечно, этим занимаются осветители, но всегда там камера может нагреться очень сильно. Ну, перчатки – это та вещь, которая очень поможет в этом смысле. Пуховая жилетка. С карманами такими? Нет, нет. Обычная пуховая жилетка, которую можно поддеть под куртку. Ты никогда не знаешь, насколько холодно может оказаться завтра. У тебя может банально не быть времени посмотреть прогноз погоды там или что-то в этом роде. Это то, что должно валяться с тобой всегда. Пуховая жилетка. Ты снимал там, планировал до 9 вечера, закончил в 3 часа ночи. Ночью похолодало, осенью может похолодать очень сильно. Да, даже летом может похолодать. То есть, пуховая жилетка – это суперполезная вещь. Затем, наверное, для оператора-постановщика машина. Ну, я понял. Дальше уже, короче… Нет, я серьезно, машина вот для любого человека, который хочет быть оператором или оператором-постановщиком, машина – это та вещь, которая важнее, чем камера. Если ты не можешь добраться на площадку или ты не можешь посмотреть там 5 точек в день или подготовить нормальную съемку, ты заплатишь за такси намного больше, чем… Это нерационально. То есть, реально, вот машина – это суперважная вещь для оператора, для любого. Там, хоть для свадебчика, хоть для кого угодно. Вот если стоит выбор купить новый фотоаппарат или купить машину – машину. То есть, короче, это то, что позволит тебе просто успевать больше посмотреть, чтобы лучше подготовиться, и в итоге… Это просто инструмент для работы такой же, как и камера. То есть, любой оператор сопряжен с тем, что тебе нужно ездить, смотреть локации, тебе нужно иногда выехать с оборудованием куда-то там, в лес, например, да. Вот как ты вызовешь такси в лес? Ну да, и как ты обратно будешь уезжать. Ну да, есть такая штука. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, несколько смешных историй, либо там успешных, или фокапов, которые были у тебя на каких-то проектах, и вот там, где приходилось быстро принимать какие-нибудь решения, и тебе запомнились. Да вот неделю назад была смешная ситуация. Мы снимали проект для одного клиента, точнее, для двух клиентов. Вот, и особенностью этого проекта была то, что мы выполняли роль продакшн, да, то есть, мы занимались полностью организацией производства этой рекламы, и рекламное агентство с клиентом договорились о том, что они предоставляют локацию и актера. Вот, это тот момент, когда всегда нужно держать на контроле. Если что-то кто-то предоставляет, работать все равно тебе с этим. И мы пришли на освоение, на площадку, и нам говорят, что, ну, официант заведения говорит, вы знаете, тут планируется ремонт, вы же об этом знаете, в курсе, да? Мы такие, мы в курсе об этом, агентство спрашиваем. Агентство такое, да, да, мы знаем, но мы попросили там задержать и так далее. Я говорю, ребят, ну, смотрите, это, ну, мы не можем работать, когда у нас работает там ремонт в помещении. Просто банально, потому что по звуку это невозможно, но у нас чистовой звук на площадке пишется, и, ну, там, кто-нибудь перфоратором, да. Вот, ну, и второй момент, ну, у нас бюджет не предполагает там расходы на художника-постановщика, не предполагает реквизитора, то есть мы приходим на готовое помещение, которое клиента устраивает, то есть вот его устраивает то, что происходит в кадре. И мы такие, окей, мы готовы с этим работать, то есть нас устраивает это. Но если будет ремонт, естественно, это все превращается в совсем другую историю. Они сказали, что да, они знают об этом и так далее. Мы приезжаем в день съемки на площадку, мне звонит продюсер, он первый приехал. И говорит, ну, слушай, Сань, тут такая проблема. Говорит, давай-ка ты лучше, наверное, приедешь. Это в день съемки, типа, уже. Да, это там 5 утра, такой звонок. Вот, на разворот у нас заложено было 2 часа. Я приезжаю на площадку, а там просто вообще, ну, вот, ничего нет. Типа все разрушено. Ну, это, ну, был готовый бар, представь себе, вот, нормальный готовый бар, там, барная стойка, алкоголь, столики, там, какой-то интерьер. Не осталось ничего. Нет алкоголя, нет потолка, потолок, там, нет, ну, это вот наполнение кадра было. Нет потолка в помещении, нет пола, ну, то есть все завалено абсолютно, там полный трэш происходит, и мы понимаем, что мы либо переносим съемку, но поскольку есть определенное правило того, как, ну, все делается, если люди приехали на съемку, значит, работа должна быть оплачена. Это было смешно или не смешно? Да, ты знаешь, честно говоря, у меня был такой какой-то глубокий шок первые 15 минут с мыслями, а что же делать, блин? Ну, типа, либо переезжать, либо что-то делать, ну, короче, вообще непонятно что. Вот, в итоге, ну, мы решили, что мы все-таки попытаемся снять, и реально за 4 часа мы своими силами это все растащили, это дикий стресс был, но... То есть вы в том же помещении начали, типа, убирать? Мы создали по новой то помещение, которое было до этого. Капец. Ну, а там же что же люди работали? Продюсер на мутил алкоголь, там... Продюсер на мутил алкоголь. Я там с режиссером, с еще несколькими людьми поставили там стулья на барную стойку, вернули там... А ты говоришь, пола не было? Слава богу, пришли строители, которые не должны были в этот день приходить, по идее, и мы попросили их вынести то, что нужно было вынести. Капец. Ну вот, ну короче... И в итоге вы как-то поругались с теми, кто договаривался? Нет, нет, мы не ругались, потому что это абсолютно бесполезно, но ты никак не можешь повлиять на клиента, но это, конечно, очень стрессовая ситуация, и я очень давно... Часто такое случается вообще? Ты знаешь, каждая съемка, она, ну типа, с какими-то трудностями происходит, то есть не всегда, конечно, они кризисные, но ты так или иначе всегда сталкиваешься с какими-то трудностями. Вот, например, там, я привез новую камеру в июле из Берлина, и, короче, через три дня я ее поставил на квадроцикл на Ронине, мы снимали там на улице, как велосипедист ей, там, перекрытие дороги туда-сюда, второй проезд, ломается Ронина пополам, камера летит с оптикой на пол. И она упала? Да. Ну и шо? Нам повезло, она стала целой. Капец, Ронина вы выкинули? Ну да, но он арендованный был, нам пришлось платить за него, вот и все. То есть вы ушли в минус по проекту, короче. Ну не в минус, нам повезло, мы так получилось, что это практически там в ноль ушло, но суть в том, что ситуации разные были. Ну, скажи, а тут кто был виноват, K-Grip или как это? Вот в данной ситуации никто не был виноват, потому что... Это типа форс-мажор получился? Да, это форс-мажорная ситуация, то есть K-Grip ответственен за крепление, да, крепление не сломалось, сломался Ронин. Ронин сломался почему? Потому что квадроцикл попал в небольшую яму. Сетовать на водителя за ямой на наших дорогах бесполезно. Ну, это нормальная ситуация, то есть яма не катастрофическая была, просто крепление не выдержало. Ну и практика показала за лето, что Ронин очень уязвимая техника, за лето в Киеве 4 Ронина сломалось напополам. Окей, хорошо. Вот, допустим, прошел проект, вы отсняли материал, вроде как все успешно, ничего не разбили, и дальше идет момент монтажа и постпродакшена, правильно? Да. Расскажи, пожалуйста, как вот ты сливаешь материал, делаешь ли эти бэкапы, следишь ли ты за процессом монтажа, участвуешь ли вы в этом процессе? Смотри, на больших проектах оператор, конечно, не сливает материал вообще там и так далее. Нет, ну я имею в виду вообще эти проблемы. Но если ты снимаешь какие-то свои небольшие проекты, там документалку или что-то в этом роде, это все, конечно, делится на маленькое количество людей. Ну, слив материала, я не знаю, тут особо нечего рассказывать. Я имею в виду, вот как это сделать, ну, может есть какие-то особенности или ничего, нет. Ты вставил карточку в хадридер, накопил, бэкап, вот ты сделал. Вставил карточку в хадридер, скопировал, ни в коем случае не переименовываешь ничего, сделал бэкап, конечно, ну, то есть это все стандартно, тут нет никаких там ультра-секретов и так далее, да. Готовишь к монтажу, ну, то есть это в монтажке, это, ну, не совсем по моей части. Ты сам монтируешь или есть режиссеры монтажа? Вот как это тоже правильно? Я очень не люблю монтировать, я умею монтировать, я терпеть не могу это делать. Я не усечиваю, во-первых. Во-вторых, монтаж – это, ну, такой процесс, который предполагает творчество после творчества. Ну, подожди, творчество после творчества, это, мне кажется, если вы наснимали, что попало? Нет. А если вы снимали по сценарию? Один и тот же материал можно сложить очень по-разному, и у каждого человека, вот, как я говорил, есть, можно привнести какую-то там свою лепту в это все. И если режиссер монтажа хороший, он может увидеть материал, это вообще по-третьему. То есть режиссер видит по одному, там оператор видит по-другому. Режиссер монтажа, он на то и режиссер монтажа, что он тоже, по сути, творческая единица, он может сложить совершенно разные вещи. То есть в клипах вообще режиссер монтажа – это, наверное, чуть ли не первый человек, который, ну, важен на площадке там. Конечно, режиссер и оператор важны, но монтаж в клипах нереально важен. Часто режиссер монтажа присутствует? В клипах часто, ну, это нередкая ситуация. В рекламе тоже часто, это, ну, бывает, короче, есть такая единица в рекламе, как плейбэк, ну, то есть, ну, не только в рекламе, в кино это тоже есть. Это тот человек, который отвечает за отображение картинки для режиссера, для клиента, для агентства и так далее, для оператора-постановщика того же. Вот, но при этом всем, он также занимается сливом материала на площадке, возможно, иногда живым монтажом для того, чтобы показать клиенту. Прям вот мы снимаем, он там сразу и подклеивает, да, там бывает такое, что по окончанию съемки уже готовый проект, ну, смонтированный бывает. Вот, потом он же и передает уже на пост там и так далее, то есть, вот, этим занимается конкретная такая единица плейбэк. А ты вот как оператор-постановщик, ты можешь влиять на монтаж или, в принципе, тебе вот это снял и, в принципе, все, всем спасибо. Все очень зависит от того, кто продюсер и так далее. То есть, сопровождение проекта оператором-постановщиком, оно длится до цветокора. То есть, на монтаж, как правило, оператор-постановщик суперсильно не влияет, ну, кроме тех случаев, когда, например, там, с режиссером ты задумал кадр одной, ну, одним кадром сцену, да, однокадровую. Было две камеры, и вторая камера стояла на подстраховке, и человек это ремонтировал, взял и нарезал из этого салат, но это больше режиссерский вопрос. Вот. Наверное, нет, на монтаж суперсильно нет. То есть, в принципе, твоя работа вот начинается с подготовки к проекту, обсуждение потом со всеми участниками, работа с гаффером, подбор объективов. Ну, выбор камеры, выбор объективов. Вы работаете с режиссером, режиссер себе говорит, как чуваку прыгать из окна, ты это говоришь, как это лучше снять, вы это снимаете, потом идет монтаж, ты посмотри монтаж, там, допустим, если нет вопросов, все окей, и оно ушло в цветокора. Цвет, да. Вот. А цвет, типа, окей, ну, будем чуть-чуть финализировать тогда, расскажи про несколько своих самых любимых проектов, и это очень там вкратце, там, проект такой-то, и что тебе в них понравилось, почему ты считаешь, что они там самые удачные, или самые просто, там, тебе нравится очень сильно, и после этого расскажи, вот, где ты берешь вдохновение, то есть, что ты смотришь, что нужно делать, чтобы повысить свои визуальные, там, навыки, стиль свой улучшить, вот, про эти моменты расскажи. Вот, сначала, про то, что ты делал из, ну, из тех проектов, которые мне нравятся, не знаю, ну, лучший проект, он всегда впереди, но, ну, в этом году было несколько реклам, которые мне нравятся, мы сняли для паназиатской кухни рекламу Вокап, вот, с велосипедистом, мы делали полностью продакшн для этой рекламы, и... Просто, в чем было там прикольно, вот, что ты вот... Это интересный челлендж был, в принципе, там было много какого-то подвеса, мы практически не возились со светом в этой рекламе, только на кухонной части, все это было на улице, велосипед, но было много каких-то задач, ну, которые были челленджем. Мне нравятся, наверное, из моих проектов, я просто, наверное, не могу говорить о невышедших проектах, в принципе, да. Не, ну, давай вот из того, что можно посмотреть. Вот, но, конечно, там много всего из того, что еще не вышло, вот в прошлом году мы снимали клип, там, тоже очень мне подходит по вкусу, по атмосфере и так далее, то, что мы снимали, и... Что там было тяжелого? 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 Тяжелого ничего. Не, ну, почему тебе понравилось вот так? Просто потому, что я получил тот результат, который... Я получил тот результат, который задумывал. Ну, мне кажется, для любого оператора-постановщика самое вот, ну, классное то, что может быть, да, это когда ты придумываешь, и у тебя получается абсолютно, там, на сто процентов реализовать то, что ты придумал. Потому что, по факту, весь проект начинается в голове, и он далеко не всегда транслируется на то, что получается в реальности по ряду причин, там, на локации стены не того цвета, который тебе нравится. У нас вообще вот супер большая проблема с экстерьерами, ну, там, город, это все полная задница. Очень тяжело снимать и некрасиво, да? Да вопрос не некрасивый, ну, то есть, Киев достаточно красивый город сам по себе, да, но он загажен дико. Нет, ну, мы же не говорим о том, что ты все снимаешь в Киеве, ты же можешь улететь куда-нибудь и там поснимать. Нет, да. Мне больше интересно, вот, от каких вещей ты получаешь удовольствие. От реализации того, что ты задумал. Ну, то есть, если у тебя получается сделать вот четко так, как ты придумал, и ничто тебе не мешает, ты не стыкаешься с какими-то проблемами, которые невозможно реализовать, вот это, наверное, самое классное. Окей, а теперь давай про вдохновение. Смотри, нужно же для того, чтобы быть как бы up-to-date, да, постоянно понимать, что делают в мире, почему это круто, а почему вот это там не круто. И вот какие это штуки, вот что ты делаешь? Ну, ты знаешь, ну, то есть, типа, я не делю мир на круто-некруто, да, потому что если так делить, это то же самое, что гнаться за модой, да. Сейчас модно одно, завтра модно другое, там, в прошлом году все кричали о том, что Любецкий, типа, гениальный оператор и так далее, да, а мне, ну, я не очень люблю Любецкий. Мне он визуально, да, он без спору один из лучших операторов на планете, да, но визуально мне намного больше нравится, там, то, что делает Диккенс. Ну, вот, тот же Blade Runner вообще божественный в плане картинки, ну, и не только в плане картинки. Вдохновляюсь, чем, конечно, ну. Ну, ладно, я не говорю круто-некруто, есть говно, да, а есть, типа, где снято, хорошо. Да не нужно смотреть на говно, нужно смотреть на то, что нравится. Как понять, что, оказывается, это не так уж, ну, вот бывает ты смотришь, а понимаешь, что в этом нет ничего, вот, а бывает, что смотришь и видишь, блин, вот это реально класс. Ну, все относительно, во-первых, ну, время очень хороший показатель того, что круто, а что нет, ну, если так говорить, да. Ну, мы же сейчас с тобой живем, как бы мы не узнаем, что там покажет. Ну, вот через пять лет ты узнаешь. Ну, вот через пять лет, а я же хочу сейчас поднять свой уровень мастерства, что нужно делать? Ну, нужно вдохновляться чем-то, то есть, нужно смотреть на то, что нравится. Нравится тебе? Да, конечно, ну, ты же транслируешь свою призму, свое видение мира, да, вот тебе нравятся одни вещи, да. Ну, вот хорошо, а где ты это выискиваешь, я уже понял. То есть, ты ходишь на все фильмы или как? Ну, наверное, то, что идет в... Ну, я, скажем так, к сожалению, у меня нет возможности и времени ходить на все фестивальные фильмы, да. Я не супер большой фанат фестивального кино, потому что там, честно говоря, очень много крайне посредственных фильмов. Ну, да, потому что они мастерские фильмы. Все зависит от там фестиваля и так далее, да, но, допустим, полнометражные картины на молодости там два-три года назад мне все практически понравились. Очень крутые, сильные работы были, классный подбор, конкурсные программы и так далее. В этом году, ну, нет, в прошлом году я пошел на короткие метры молодости и попал на такое редкостное говнище, ну, некрасиво так говорить, но это просто было впустую потраченное время. Поэтому я стараюсь смотреть... То есть нужно смотреть какие-нибудь фестивальные, ну, фестивальные кино? Ну, это просто важно, то есть если ты хочешь быть там, ну, оператором-постановщиком и так далее, ты должен ходить на показы. Вот я, например, стараюсь ходить на все показы там моих знакомых, которые снимали какие-то фильмы там в Украине, да, там и так далее. А для чего? Они же не супер какие-то клевые, что ты у них там можешь... Ну, не все фильмы мне могут понравиться, да, но ты должен ориентироваться в том, что происходит. Ну, да, ну, скажем так, мы же все стремимся куда-то выше, да, возьмем там Голливуд, типа, как за эталон, например, мы же все туда стремимся. И, соответственно, равняться на каких-то своих сверстников, ну, не сверстников, типа, людей, которые работают с тобой, да, в индустрии здесь, это тоже не очень правильно. Не, ну, ты должен ходить смотреть, то есть я не говорю о том, что ты должен равняться, да. Просто я тебе расскажу, вот как я, например, делаю там по части фотографии. Я нахожу себе какого-нибудь западного фотографа, понимаю, что вот он делает лучше в этой какой-то там конкретной части фотографии определенные вещи, которые наши не делают. Беру вот это, тренируюсь и пытаюсь ее реализовать здесь, и если она заходит у нас, да, потому что бывает такое, что их фишки не заходят у нас, такое тоже бывает. И если она заходит, то я как бы на коне, потому что никто такого больше не делает. Ну, понимаешь, это очень такое, как бы узкое видение того, ну, кино это очень длительный процесс, в принципе, да, то есть, как я уже говорил, там проекты живут два-три года до того, как они реализуются. Поэтому решения, которые принимаются, они также глобальны, нельзя выехать на какой-то фишке там. Вот на фишке выехал этот, господи, который снял Ленинграду клип последний. А, Найн Шулер. Найн Шулер. Илья Найн Шулер, вот он выехал на фишке, да, но он вот на ней и живет до сих пор, вот он, у него получается поддерживать это все, да. Вот, тут вдохновение, оно куда более глобальное. Это, ну, там, какие-то большие фильмы, там, у меня есть, там, любимые операторы, любимые режиссеры, любимые актеры. И, как правило, когда выходит, там, фильм с определенным актером, он никогда не бывает плохим. Я встречал буквально пару раз за всю историю, когда я разочаровался. Ну, например, вот кем ты смотришь фильмы, с кеми актерами? Ди Каприо, определенно, он очень-очень сильный актер. То есть, короче, мы делаем такой конклюжен, типа, нужно смотреть арт-хаус разные фестивальные фильмы. Нет, я говорю о том, что нужно не арт-хаус, а фестивальные. Я хочу как-то выделить все-таки для зрителя, да, фестивальное кино, потом смотреть фильмы с хорошим актерским составом, потому что чаще всего это... Ну, не только актерским, с режиссерами любимыми, там, да, ты должен смотреть в первую очередь фильмы, которые тебе нравятся, да, смотреть клипы, там, и так далее, да. Ну, вот, например, у музыкальных исполнителей бывают просто нереальнейшие клипы, там, у Rolling Stones, у U2, там, очень-очень сильные проекты есть. Да даже у наших артистов есть очень сильные проекты, которые, вот, как ты говоришь, можно, типа, посмотреть, там, ориентироваться на американский рынок и, типа, оттуда все тащить, да. Если с кино это работает, то, например, в клипах у нас, я тебе скажу, что в среднем украинские клипы, будучи намного менее бюджетными, они очень сильные. То есть, то, что снимает мозги продакшн, то, что снимает Леня Колосовский, там, и так далее, да, это все, ну, это вышка, ну, это реально серьезные проекты. Там недавно они сняли клип, господи, Билану, по-моему, вот, они ездили в Португалию, так он выглядит ничем не хуже, он выглядит ничем не хуже, чем, допустим, клип Placebo. Это реально офигительный клип, то есть, там очень сильное визуальное содержание и так далее. Я не говорю о музыкальном содержании, потому что я не люблю этих артистов, но визуальное содержание очень сильное. Хорошо, ну, это последнее такое. Вот, все-таки, если ты работаешь над, например, музыкальным клипом, вот, ну, не важно, даже пусть это реклама будет, вот, если ты видишь, что музыкальное содержание, так себе мягко говоря, да, не важно, пусть это даже реклама, либо это музыка, то будешь ли ты топить за офигенную визуальную составляющую вот этой штуки? Да, всегда. Это нравится с работой. Да, но тебе же это может быть отвратно. Но что именно, понимаешь, работа, она не отвратна. Ты делаешь свою работу, да. То, что тебе может не нравиться музыка, на площадке очень много чего может не нравиться. Могут не нравиться люди, с которыми ты работаешь. Может не нравиться погода, может не нравиться помещение, в котором ты снимаешь. Может не нравиться машина, на которую ты едешь, когда снимаешь. Камера может не нравиться. Но это все те вещи, с которыми тебе приходится работать. Работа что это такое? Это компромиссы. А я, судя по твоим словам, работа это тебе все не нравится, надо делать. Вот это вот работа, компромиссы. Нет, но всегда это поиск компромисса. ты должен как профессионал делать максимум из того, что ты можешь делать. Ты не можешь там, ой, да мне не нравится песня, да, ты можешь отказаться снимать там, ну вот там, мне не нравится там артист, я скажу, извините, но я не вижу вот вообще ничего под этот трек, то есть вот у меня нет никакой картинки перед глазами, да, но если ты согласился и ты обязан, просто обязан делать максимум. Окей, даем теперь пару советов начинающим видеографом, тем, кто хочет вырасти и в уровне, и в профессиональном подходе к своей работе, вот там, что бы ты посоветовал, вот сейчас уже с позиции более опытного. Не гнаться за техникой, техника всегда развивается, это бесполезно, то есть нужно всегда выжимать максимум из того, что ты можешь сделать, то есть если у тебя есть фотоаппарат там какой-нибудь Sony A6500 и ты думаешь, что вот я сейчас куплю себе Sony A7s2 и там все будут богом ночных съемок, ну нет, это далеко не всегда нужно, то есть нужно брать четко то, что тебе действительно нужно. Окей, техника, значит раз, не гонимся за техникой. Да, нужно гнаться за содержанием, за исполнением, за качеством того, что ты делаешь, то есть в первую очередь, если ты там хочешь быть именно оператором, да, нужно гнаться за картинкой условно, да, нужно работать над ней, ну нельзя там просто взять... То есть это совершенствоваться в чем? В композиции? В композиции, в движении камеры, в том, ну в принципе, насколько сложно движется камера там. Камера не обязательно может там на Ронине двигаться там или на чем-то в этом роде, камера может двигаться по панораме, просто банально на штативе, но это может быть интересно. Вот. Затем, ну, конечно, нужно работать над пластикой, ну то есть там цвет, свет и так далее, это все должно подкреплять содержание кадра, то есть нужно думать над содержанием кадра. Не гонимся за техникой, работаем над композицией, движениями камеры, содержаниями камеры, кадра, вернее, да, то есть это основные такие штуки, которые позволят тебе вырасти в операторской... Которые позволят тебе стать лучше, ну и умение общаться с другими людьми и понимать других людей. Когда ты становишься там из обычного там человека, который один условно там и снимал, и монтировал, там еще что-то делал, да, в человека, который становится специалистом, ты так или иначе сталкиваешься с другими людьми и очень важно понимать, что люди, они не бесконечные и нужно понимать вот границы этого общения, то есть... Спасибо большое, Саша. Значит, вы смотрели рубрику в кадре на сайте кадр.ком, у нас в гостях был оператор-постановщик, мой хороший друг Саша Лубенский. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики тоже обязательно ставьте, задавайте вопросы в комментариях, и мы будем оперативно на них отвечать. Спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok